Продолжение следует... 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 В первых же боях он проявил мужество, смелость, его отличала организованность, хладнокровие в тяжелой обстановке, желание изучить тактику действий фашистских солдат, офицеров, подразделений. О его подвигах в каждом бою становилось известно в дивизии. 18 июля 50-е и 53-е особые кавалерийские дивизии прибыли на станцию Старая Торопа между Ржевом и Великими Луками. Через четыре дня они преградили врагу путь на Смоленск. Далее гвардии подполковник Сахаров рассказывает, как на западной Двине у деревни Ордынка Магомед Акбаев в течение двух суток во главе двух эскадронов вел бой с превосходящими силами противника, будучи отрезанным от основных сил кавалерийской дивизии. Далее читаем письме. Он организовал переправу через реку под натиском врага командующего кавалерийской группы генерал-лейтенанта Селиванова для присоединения с кав-группой. По сути, это было спасение генерал-лейтенанта Селиванова, который на своей машине оказался в окружении немцев. Когда Селиванов благополучно вернулся в группу и с ней пришел в село, он объявил Магомеду Акбаеву благодарность за умелую организацию боя, личное мужество спасения его. Части понесли большие потери и в конце июля, в начале августа, были переведены в тыл в район озера Ямлень. Двизии готовились к новым боям. 11 августа 1941 года в их расположение прибыл командующий особой кавалерийской группы полковник Доватор. После ускоренной подготовки отобранные им три с лишним тысячи лучших бойцов во второй половине августа прорвали линию фронта и пошли в первый в истории Великой Отечественной войны глубокий рейд по тылам немецких войск. Эти 12 дней вписали славные страницы в историю советской кавалерии. Продолжение следует...